Купальный сезон на пляже в деревне Ново-Александрово начнется с наступлением лета. И в это же время спокойная жизнь деревенских жителей заканчивается. Особенно в жаркие выходные и праздничные дни, говорит староста деревни Геннадий Бутырев. Проблема еще в летний период у нас здесь с транспортом. Транспорт у нас здесь просто отдыхающих море, я говорю, как Черноморье. Вот выходишь, я вот здесь живу, ухожу, я купаюсь каждое утро. Вот народу здесь уже с 7 часов занимает место и здесь вообще все усыпано. Ну я говорю, как Черноморье. Это первая проблема, которую озвучила инициативная группа деревни заместителю главы округа Павлу Нуштаеву. Все вместе они прошли по деревне и спустились к водоему. Песчаный берег, зеленый газон, оборудованные дорожки и десятки беседок. Все это привлекает туристов из Москвы и области. Как и во многих наших населенных пунктах, которые здесь близко к воде, конечно, понятно, что мы близко к Москве, мы близко к воде. Москва едет к воде через нас, получается. Ну, идем навстречу жителям, соответственно. Будем сейчас решать ограничения проезда на летний период, наверное, каким-то образом. Будем думать, потому что мы сами понимаем, что жить в таком летом практически невозможно. Вторая проблема, на которую жалуются жители, это водоснабжение. Точнее, частичное его отсутствие. Всего на территории деревни 157 домовладений. А к централизованному водоснабжению подключены только те, что были построены недавно. За свой счет строили, подключались от сетей МОЗ-водоканал, потому что здесь сети только МОЗ-водоканал. И когда строилась парусная школа, здесь у нас есть Олимпийского резерва, и они для деревни, в принципе, втянули сеть из Москвы и оставляли возможность подключиться. Здесь там есть колодец, к которому можно подключиться. Еще в 2003 году выделялись деньги на деревню на проектирование, но почему-то это все не пошло. Для решения этой проблемы необходимо изготовление проекта. Это невозможно сделать без помощи муниципалитета. Также остров в деревне стоит вопрос по канализационной системе, говорит староста. Я уже как 12 лет и все с этим борюсь. И никак не получается у нас здесь в деревне. Потому что у нас нет ни ливневки, ничего нет, и вода, и прочее заливает. И всякие нечистоты проходят. В общем, тут проблем хватает. Этот вопрос, по словам Павла Нуштаева, вынесут на обсуждение в администрации округа. В заключении встречи жители поблагодарили заместителя главы за конструктивный диалог и внимание к их проблемам. Татьяна Горностаева, Денис Петров, Первый Матищинский.